Роберт Асприн. Мифы указания. Третья книга серии миф. Эпиграф. Когда сходятся старые друзья, все прочее тускнеет, теряя всякое значение. Брань, веселье, мор и смерть. — Тананда! — воскликнул я, правившись от потрясения настолько, что стал энергично обнимать ее обеими руками за талию. — Воплоти! — подмигнула она, крепко прижимаясь ко мне. — Вы знаете, не одни в комнате! — сухо заметил Аз. — Привет, Азик! — воскликнула моя восхитительная компаньонка, спрыгивая с моих колен и бросаясь в объятия Аза. Любвеобильность Тананды уступает только готовности делиться ею. Однако я втайне верил, что нравлюсь Тананде больше Аза. Но когда их приветствия затягивались, моя вера начинала колебаться. — Что привело тебя в эти края? — решил вмешаться я. За это я заработал сумрачный взгляд, а Азану Тананда и глазом не моргнула. Ну, я могла бы сказать, что просто гуляла поблизости и решила заглянуть на огонек. На ее щеках появились ямочки. Но это было бы неправдой. На самом деле мне нужна небольшая услуга. — Назови любую! — Одновременно произнесли мы. А с прижиме стоящий ног, когда дело касается Тананды, все соображения по боку. В прошлом она помогла нам выпутаться из нескольких передряг, и мы считали себя в долгу перед ней. Нам как-то и в голову не приходило, что она помогала нам впутаться в такое же количество неприятностей. Кроме того, быть в ее обществе ужасно приятно. — Это, в общем-то, пустяк! — вздохнула она. — Мне нужно немного побегать по магазинам, и я надеялась, что смогу одолжить одного из вас в качестве носильщика. — Ты собираешься бегать по магазинам сегодня? — нахмурился Аз. — Скорее всего, в последующие пару дней, — уведомила его Тананда. — И, быть может, даже неделю. — Никак не могу, — вздохнул Аз. — Завтра я должен судить встречу между Большим Джулией и генералом Плох-Секиром. Ты, случайно, не можешь отложить это дело до следующей недели? — Я вообще-то имела в виду не тебя, Аз. Тананда принялась внимательно изучать потолок. Я думала, что в этом деле мне поможет Скиф. — Я? — Аз нахмурился. — Ни за что! — провозгласил он. — Скиф не может разыгрывать роль мальчика на побегушках. Это ниже его достоинства. — Нет, не ниже! — крикнул я. — Я хотел сказать, что если это не ниже твоего достоинства, то как это может быть ниже моего? — Я непридворный маг посел Тума, — возразил Аз. — А я могу скрыться под личиной, — привел я контрдовод. — Это одно из лучших моих заклинаний. Ты сам об этом говорил. — По-моему, твой чешуйчатый зеленый наставник немного ревнует, — заметила Тананда, незаметно подмигнув мне. — Ревную? — взорвался Аз. — Я? Ревную к какому-то маленькому... Он оборвал фразу и стал переводить взгляд с меня на Тананду и обратно, пока не догадался, что его попросту дразнят. — Полагаю, что в этом нет ничего страшного, — сказал он наконец. — Ладно, бери его, хотя мне невдомек, что такого необычного ты рассчитываешь найти в этом измерении. — Ах, Аз, — рассмеялась Тананда, — ну ты даешь. Покупать на Пенте. Может, я иногда и бываю несколько легкомысленно, но я не сумасшедшая. — Ты хочешь сказать, что мы отправимся за покупками в другие измерения? — с энтузиазмом спросил я. — Конечно, — подтвердила она, — нас ждет еще тот маршрут. Сперва мы перепрыгнем... — А что такое маршрут? — перебил я. — Стоп! — крикнул Аз и поднял руку, требуя тишины. — Ну я же просто... — начал было я. — Стоп! — повторил он. — Мы же... Стоп! Наш разговор с Танандой практически закончился, и мы переключили внимание на Аза. С мелодраматичной поспешностью он сложил руки на груди. — Нет! — отрезал он. — Нет! — завопил я. — Ну, Аз! — Никаких «но!» — рявкнул он в ответ. — Я сказал «нет!» И я не шучу. — Минутку! — вмешалась, вставая между нами Тананда. — В чем проблема, Аз? — Если ты думаешь, что я намерен позволить своему ученику шататься одиноким и беззащитным по измерениям... — Я буду не одинок, — возразил я. — Со мной будет Тананда. — Будучи идеальной мишенью для всякого идиота, пожелавшего причислить к своим трофеям демона... — продолжал Аз, игнорируя мои пылкие возражения. — Просто для того, чтобы у тебя было вьючное животное для путешествия по магазинам... Ну, тогда тебе лучше подумать еще разок. — Ты закончил? — раздраженно спросил Тананда. — Пока да! — кивнул Аз, отвечая на ее горячий взгляд таким же. — Во-первых, — начала она, — как сказал Скиф, если ты потрудился прислушаться, он будет не один. С ним буду я. Во-вторых, это означает, что он не будет беззащитен. В-третьих, то, что я больше не числюсь в гильдии убийц, не означает, будто я все позабыла. — Да, Аз, — влез с поддержкой я. — Заткнись, малыш, — отрезал он. — В-четвертых, ты должен перестать общаться со Скифом, как с малышом. Он остановил армию Большого Джули, помнишь? И, кроме того, он ведь твой ученик. Я надеюсь, ты хоть чему-нибудь научил его за это время. Это ударило Аза по второму чувствительному месту — его тщеславию. А самым чувствительным местом у него является с ума с деньгами. — Но... — заколебался он. — Брось, Аз, — взмолился я. — Ну что может случиться? — Страшно подумать, — мрачно огрызнулся он. — Не преувеличивай, Аз, — сделала ему замечание Тананда. — Это я-то преувеличиваю? — снова взорвался мой наставник. — Когда я впервые взял этого вундеркинда в иное измерение, он сразу же купил там совершенно ненужного нам дракона и чуть не погиб в драке со стаей головорезов. — В той схватке он, помнится, победил, — заметила Тананда. — Когда мы выбрались туда во второй раз, — непоколебимо продолжал Аз, — я оставил его в скромном заведении, где он быстро завербовал в свою армию половину бездельников базара. — Они выиграли войну, — возразил я. — Не в этом суть, — проворчал Аз. — Суть в том, что всякий раз, когда малыш оказывается в другом измерении, он тут же попадает в беду. Он притягивает к себе неприятности, как магнит. — На сей раз с ним буду я и не спущу с него глаз, — успокаивала его Тананда. — Ты была там и в те оба раза, — мрачно заметил Аз. — Так же, как и ты, — парировала Тананда. — Совершенно верно, — согласился мой учитель. — Мы вдвоем не сумели уберечь его от неприятностей. — Теперь ты понимаешь, почему я хочу держать его здесь, на пенте? — Хм, — задумчиво произнесла Тананда. — Я понимаю твой довод, Аз. У меня ёкнуло сердце. — Только я с ним не согласна, — закончила она. — Чёрт возьми, Тананда! — начал Аз, но она взмахом руки велела ему замолчать. — Давай я расскажу тебе одну сказку, — улыбнулась Тананда. — Жила-была одна пара. И был у них малыш, которого они просто обожали. Родители были о нём такого высокого мнения, что, когда он родился, они изолировали его в особой комнате. Просто для гарантии, чтобы с ним ничего не случилось. Они проверяли всё, что стояло в комнате — мебель, книги, еду, игрушки. Они даже воздух профильтровывали, чтобы он не подхватил никаких болезней. — И? — с подозрением спросил Аз. — И когда ему исполнилось восемнадцать лет, они открыли комнату и выпустили его, — продолжал Тананда. Малыш сделал два шага и умер от волнения. — В самом деле? — в ужасе переспросил я. — Я немного преувеличиваю, — призналась она. — Ну, думаю, Аз понял намёк. — Я не держал его в изоляции, — промямлил мой учитель. — Но ты всё же опекал его, не так ли? — мягко нажала Тананда. Аз некоторое время помолчал, избегая встречаться с нами взглядом, а потом, вздохнув, сказал. — Ладно, ступай, малыш. Только не вздумай прибегать ко мне плакаться, если тебя убьют. — Как я смог бы это сделать? — нахмурился я. Тананда двинул меня локтем под ребро, и я понял намёк. — Прежде чем вы отправитесь, я хотел бы кое-что уладить, — грубо заявил Аз. К нему возвращался его прежний дух. Он принялся расхаживать взад-вперёд по комнате, собирая какие-то вещи. — Во-первых, вот тебе кое-какие деньги на дорогу. Они, вероятно, не понадобятся, но с деньгами чувствуешь себя увереннее. — Сказав это, он отсчитал мне двадцать золотых. Учитывая, что я нанял целую команду демонов за пять золотых, он дал мне в руки целое состояние. — Вот это да! — воскликнул я. — Во-вторых, — продолжал Аз, — вот тебе и скакун. Он заткнул мне его за пояс. Я настроил его на возвращение сюда. Если попадёшь в беду или если только подумаешь, что попал в беду, жми на кнопку и отчаливай домой. Никакой героики, никаких горячих речей, просто жми и сматывайся. Ты понял меня? — Да-с, — послушно ответил я. И, наконец, — объявил он, вытягиваясь во весь рост, — дракон останется здесь. Ты не будешь таскать за собой своего глупого зверя. И это окончательно. Знаю, ты хотел бы взять его с собой, но он доставит вам массу хлопот. — Ладно, Аз, — согласно кивнул я. На самом деле я сам собирался оставить Глипа тут, но мне казалось нетактичным просить учителя об этом. Ну, вздохнул Аз, окидывая суровым взглядом нас обоих. — Это всё. Жаль, что я не смогу быть рядом, чтобы посмотреть, как ты действуешь. Меня ждут дела поважнее. С этими словами он круто повернулся и вышел, закрыв за собой дверь с большей силой, чем это требовалось. — Вот странно, — сказал я, когда он вышел. Я думал, что у него нет никаких важных дел. Ведь перед тем, как ты появилась, он жаловался на скуку. — Ты знаешь, Скиф, — тихо произнесла Тананда, поглядев на меня как-то странно. — Аз действительно очень сильно привязался к тебе. — В самом деле, — удивлённо спросил я, — почему ты так думаешь? Просто пришла в голову такая мысль, — улыбнулась она. — Ну, ты готов к отправке? — Не только готов, но и жажду, — уверенно произнёс я. — Где первая остановка? На базаре Девы? — О, боги, нет! Мы ищем нечто действительно уникальное, необычный товар, какой есть на базаре. Я думаю, что нам надо прогуляться по некоторым отдалённым измерениям. Чем отдалённее, тем лучше. При этом её заявлении у меня в затылочной части мозга включился сигнал тревоги. — А что мы, собственно, ищем? — спросил я. Тананда бросила быстрый взгляд на дверь, а затем, заговорщицки подмигнув, нагнулась поближе ко мне и шепнула на ухо. Я не могла сказать раньше. Мы будем искать подарок ко дню рождения Аза. Продолжение следует... Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова